Мне кажется, что одна из самых больших удач в жизни человека – «Счастливое детство» писала Агата Кристи. Здравствуйте! Сегодня расскажу о том, каким писатели запомнили «Самое счастливое время своей жизни». Нам кажется, что о детстве автора можно судить по его книгам. Но нет. Если верить воспоминаниям классиков детской литературы, в их детстве все было совсем не так. Все было гораздо интереснее. Книга мамы-мумитролей Туве Янсен под названием «Дочь скульптора» – это сборник из четырех повестей и зарисовок. В нем нашлось место и служанке Анне, и полетам во сне, и айсбергу, и летучим мышам, и краснухе. Хотя в первую очередь эта книга о родителях, всегда поглощенных работой. Этот мир семьи Янсен, полный гипса, скульптур, набросков рисунков и очень странных взрослых, собственно, и укрепил маленькую Туве в мысли о вездесущем волшебстве. Австралийский писатель Аллан Маршалл в детстве переболел полиомиэлитом и с шести лет не мог ходить. Но история о болезни и неудачной операции не стала главной в его книге «Я умею прыгать через лужи». Эта книга о счастливом деревенском детстве, о стремлении во всем походить на отца, решительного и смелого объящика лошадей, о том, как мальчик, у которого не работают ноги, учится плавать, побеждать в драках, а однажды даже пробирается в жерло вулкана. Когда Чуковский был еще Колей Корнеючуковым, его выгнали из Одесской гимназии из-за происхождения. Он был незаконнорожденным сыном прачки. В воспоминаниях под названием «Серебряный герб» писатель подробно описывает, какой ужас он испытывал от исключения. И, похоже, именно чувство вины перед матерью заставило уличного мальчишку писать английские слова на крыше, пока он подрабатывал шпательщиком, ценить знания и много лет спустя стать доктором литературы в Оксфорде. Мальчиком Руальд Даль любил шалить, отличался в спорте и фотографировал так, что в школе даже организовали выставку его фотографий. Вроде бы не на что жаловаться. И тем не менее, вся его книга «Мальчик. Рассказы о детстве» подчеркивает контраст между огромной, дружной, немного безумной семьей и холодными закрытыми школами с их дисциплиной и телесными наказаниями. Кроме того, вы узнаете, как Даль однажды едва не лишился носа, был дегустатором на шоколадной фабрике, а в 1924 году организовал великий мышиный заговор. Натуралист Джеральд Даррелл – серьезный исследователь, участник десятка научных экспедиций. Но всемирную славу ему принесла книга о детских годах, которые он провел на греческом острове Корфу в компании своей большой шумной семейки. Недавно книга «Моя семья и другие звери» впервые вышла в полном переводе на русский язык. Но именно новый перевод и разочаровывает. Поэтому, если захотите насладиться этой тонкой, наблюдательной, насыщенной каламбурами прозой, возьмите одно из советских изданий. А еще рекомендую обратить внимание на выпущенный издательством «Эксмо» сборник «Трава была зеленее». Невыдуманные истории о детстве, написанные Диной Рубиной, Андреем Битовым, Дмитрием Емцом, Павлом Санаевым, Машей Трауп, Сергеем Ширгуновым, Ксенией Драгунской и многими другими современными писателями. Да-да, это история о том самом времени, когда деревья были большими, трава зеленее, вода мокрее, а многие проблемы таяли, как снег под солнцем. Наш традиционный опрос. Что читают южноуральцы? Данте Алигери. Недавно читал «Первому кругу приготовиться». Фильм был. Книга тоже интересная. Лермонтов. Школьная программа прекрасная. Мцери. Прекрасное произведение. И хорошо оно. И читается замечательно. Читаю Стивена Кинга. Оно. Сияние. Еще много великих и прекрасных книг. Новинка недели. Смертельная белизна. Четвертая книга Роберта Гелбрайта о приключениях частного детектива Кармарана Страйка. Уже давно не секрет, что под этим псевдонимом детективы пишет Джоан Роулинг. Она уже успела назвать этот роман самым любимым. Может быть, поэтому он получился еще и самым длинным. В закрученном сюжете переплетены лондонская олимпиада, белый жеребенок, британское министерство культуры, давнее удушение ребенка, отмывание денег, а еще личная жизнь с Страйкой и его помощницы Робин, которых продолжает тянуть друг к другу. Стоит прочитать. Каждый ребенок художник, считал Пабло Пикассо. Трудность в том, чтобы оставаться художником, выйдя из детского возраста. Увидимся через неделю. Читайте книги!